Сегодня 26 февраля пятница на канале РТВ и время международных новостей. В информационной студии работает Сергей Кения. Здравствуйте. Итак, сейчас в мире. Успеть до полуночи Россия и США внесли на рассмотрение Совета безопасности ООН проект резолюции по Сирии. Документ подтверждает сроки прекращения огня. Резолюция будет рассмотрена сегодня за два часа до наступления перемирия. Правительство и оппозиция Арабской Республики в проекте подтвердили приверженность режиму прекращения боевых действий. Но процесс идет не так гладко, как хотелось бы. Моя коллега Нина Шамуге знает больше. Отчет пошел на часы. В полночи 27 февраля по местному времени в Арабской Республике должны замолкнуть пушки. Правительство Сирии и оппозиция уже поставили в известность Москву и Вашингтон о приверженности режиму прекращения огня. Но перемирий не будет действовать в отношении исламского государства Джабхата Нусры и других группировок, признанных Совбезом ООН террористическими. По их позициям и международная коалиция во главе США и российские ВКС продолжат наносить удары. «Я хочу абсолютно ясно сказать, что не будет никакого прекращения огня в отношении ИГИЛ. Мы по-прежнему будем неустанно преследовать их. Сегодня я дал поручение своей команде по национальной безопасности усилить эту кампанию по всем фронтам. Международная коалиция, состоящая из 66 членов, включая и арабские государства, становится все сильнее. Все участники военной операции увеличили свой вклад. Это сложная битва. Ситуация в Сирии и Ираке – самая сложная из тех, с которыми мир сталкивался в последнее время». Все чаще в американской администрации говорят о том, чтобы задействовать сухопутные силы против ближневосточных джихадистов. Джон Керри пояснил, переговоры ведутся с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Иорданией. Госсекретарь США не подтвердил, что речь идет об использовании войск в Сирии, а не в Ираке или Ливии. Правда, и не опроверг. Но аналитики сомневаются, что Вашингтон начнет наземную операцию сейчас, тем более без согласования с Москвой. «Как-то не особо верю, что Соединенные Штаты пойдут на вмешательство в Сирии, особенно учитывая, что должно наступить перемирие, о котором так долго договаривались Россия и США. Ввод любых наземных войск на территорию этой страны означал бы фактически срыв этих договоренностей, к которым привлечено внимание всего мира. Так что я думаю, о Сирии здесь речи быть не может. Переговоры могут иметь место на будущее. Дело в том, что Ближний Восток сейчас представляет собой полыхающий очаг. Причем головешки от него отлетают в разные стороны». Не исключено, что наземная операция в Сирии – это и есть американский план «Б» на случай срыва перемирия. Это самое перемирие еще не наступило, но ответственность за, возможно, провал договоренностей с Кремлем глава Белого дома уже возлагает на Москву и ее союзников в регионе. Да и особых иллюзий по поводу скорого разрешения сирийского кризиса Обама не питает. «Даже в самом лучшем случае мы не ожидаем, что насилие прекратится немедленно. На самом деле, думаю, мы уверены, что столкновения продолжатся. Многое зависит от того, будут ли сирийский режим, Россия и их союзники выполнять свои обязательства. Предстоящие дни станут жизненно важными. Это будет своеобразная проверка того, насколько все стороны готовы к переговорам о политическом регулировании кризиса». Политический аспект разрешения ситуации в Сирии остается предметом спора между Вашингтоном и Москвой. Президент США настаивает – Асаду не место в будущем Арабской республике. Уход действующего президента, как полагают американцы, – залог мира на Ближнем Востоке. В России с позиции Соединенных Штатов в корне не согласны. Тем не менее, политологи не исключают – торг возможен. Асад – всего лишь разменная монета. И, скорее всего, ценой удовлетворения российско-американских претензий в регионе станет раздел сфер влияния, что неминуемо приведет к разделу Сирии. Нина Шамуге, RTVI. Наличие у США некого плана «Б» на случай срыва перемирия прокомментировал сегодня министр иностранных дел России. Сергей Лавров выступил против любых двусмысленностей. При этом дипломат подтвердил, что в вопросе сирийского регулирования разногласия между Москвой и Вашингтоном остаются. Заявления эти были сделаны на пресс-конференции по итогам встречи Лаврова с генсеком Лиги Арабских государств и главой МИД Объединенных Арабских Эмиратов. Иран выбирает депутатов и экспертов. В Исламской Республике сегодня день голосования. Первого после заключения исторической ядерной сделки между Тегераном и шестеркой посредников. Почти 55 миллионов избирателей решают судьбу 290 членов Меджлиса, иранского парламента, а также 88 богословов, которые должны сформировать новый так называемый Совет экспертов. Именно этот религиозный орган выбирает духовного лидера страны, который является высшим руководителем Исламской Республики. Нынешний верховный глава государства Аятулла Али Хаминьи в числе первых выполнил свой гражданский долг. Утром проголосовал на выборах и политический лидер Ирана президент Хасан Рухани. Именно он настаивал на улучшении отношений с Западом и развитии экономики. Сегодняшнее голосование Рухани назвал судьбоносным. Сторонник жесткой линии в отношении Ирана. Американский политик и бизнесмен Дональд Трамп вновь разругался с соседями. Возможный будущий президент США вступил в заочную перепалку с бывшим президентом Мексики. Миллиардер, борющийся за право представлять республиканцев на предстоящих выборах главы Белого дома, известен своей непримиримой позицией в отношении мигрантов. Нелегалов из Мексики он называл насильниками и наркоторговцами, а также предлагал построить на границе с этой страной стену. К тому же обещал, что заставит платить за нее Мехико. Экс-президент Мексики Висенте Фокс назвал Трампа сумасшедшим и эгоцентричным, заявив, что не собирается ни за что платить. При этом политик использовал английское ругательство на букву «ф». Скандальный бизнесмен, однако, не преклонен. В ходе дебатов республиканцев в границе с Мексикой-Техасе Дональд Трамп лишь ужесточил позицию. «Я ее построю, и теперь эта стена будет на 10 футов выше, поверьте мне». Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Оставайтесь на RTVI. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова